Приветствую Вас! Давайте попробуем разобраться с Вашей проблемой и попробуем, может быть, немножечко лучше понять, что произошло. Говоря немножечко лучше, я роняю эти слова неслучайно. Дело в том, что когда Вы говорите, Вы спрашиваете, как вернуться к нормальной жизни, как выйти из этого состояния, Вы по всей вероятности хотите получить от психологов какие-то такие, знаете, уникальные, не побоюсь этого слова, уникальные методики, уникальные советы, уникальные рекомендации, которые помогут Вам, по Вашему мнению, добиться того, собственно, чего Вы хотите. И правда заключается в том, что никаких уникальных методик не происходит. Никаких уникальных советов и рекомендаций нет. Есть работа над Вашими установками, есть работа над Вашими травмами, есть работа над собой. И работа эта, с учетом того, что Вы рассказали, да, работа эта нужна достаточно длительно. Не побоюсь этого слова. Работа действительно нужна длительно, если Вы реально хотите в себе что-то изменить. Понимаете, как Вам уже правильно, на мой взгляд, сказали мои коллеги, то, что происходит с Вами сейчас, возникло не вчера. То, что происходит с Вами сейчас, возникло не с этим мужчиной, и даже не с первым мужчиной на самом-то деле. То, что с Вами произошло, возникло давно. И почему, вот как Вы думаете, почему стало возможным то, что мужчина Ваш, второй, рассматривает Вас как средство для достижения своих целей, то есть использует Вас. Как Вы думаете, как стало возможным такое вот восприятие Вас для Него? Он что, такой плохой? Он что, такой корыстный? Или горстный? Он что, такой меркантильный? Обязательно расчетливый? Нет, не думаю так. Но зато Вы позволили Ему так к себе относиться. И вот так, как Вы позволили Ему к себе относиться, вот так мужчина к Вам и относится. А почему Вы позволили Ему так к себе относиться? А потому что Вы сами к нему относитесь именно так. То есть, посмотрите, какая получается ситуация. Вы пишите, что мужчина Вас использует. Плохо ли это? Да, конечно, безусловно, это очень плохо. Плохо, что Него использует, да. Но почему Он стал Вас использовать? А использовать Него Вас стал потому, что Вы позволили Ему это делать. Если бы Вы относились к человеку, будучи независимой, если бы Вы относились к человеку, будучи равноправной, не нуждающейся в нем, то тогда и не было бы никаких для него возможностей относиться к Вам как-то иначе, кроме как только видеть Вас самостоятельно. Но Он видит, как Вы его используете. Он это чувствует. И чувствуя это, инстинктивно дает Вам то же самое отношение, что и Вы даете Ему. И можно сколько угодно говорить о том, что это плохо, что так нельзя, до тех пор, пока Вы не сможете относиться к людям по-другому, до тех пор, пока Вы будете воспринимать людей только так, то есть как средство, как, не знаю, может быть, как последний поиск, как Вы говорите и так далее, пока Вы будете воспринимать людей так, ситуация, к сожалению, вряд ли изменится. Чтобы она изменилась, необходимо Вам менять отношение к людям, а чтобы Вам менять отношение к людям, необходимо менять отношение к себе. А для того, чтобы менять отношение к себе, необходимо для начала определить, откуда появилось это отношение к себе. Откуда оно взялось, такое отношение к себе, такого рода отношение к себе. Откуда оно взялось? Постарайтесь ответить себе на эти вопросы И, к сожалению, я должен констатировать, что с большой вероятностью вы сами на этот вопрос не ответите Итак, я никогда не была замужем, пишите вы Безветная И вот мой второй за всю мою жизнь мужчина хочет прекратить близкие отношения, а я не знаю, как смириться с этим Смотрите, какая получается ситуация Ваш мужчина решает прекратить отношения потому, что ему некомфортно стало с вами Ваш мужчина решает прекратить отношения потому, что он понял, что он несчастлив И делает так, чтобы быть счастливым Если бы вы этого человека любили, если бы вы желали ему счастья То вы бы отдавали себе отчет в том, что определенно вы его счастливым не делаете Определенно вы не даете ему того, что ему нужно Определенно вы не можете обеспечить его тем, что ему нужно Определенно вы не можете сделать человека счастливым и дать ему то, что нужно И именно поэтому он решает с вами прекратить отношения Либо потому, что вы взваливаете на него чрезмерную ответственность, которая ему не по плечу, не по карману Которую он чувствует не способен нести Такое тоже бывает Редко, но бывает Когда люди взвешивают на других достаточно большую долю ответственности И из-за этого человек, на которого взваливают эту ответственность, решает уйти И решает завершить отношения, потому что ему они кажутся чересчур тяжелыми Вот это вам необходимо понять Далее вы пишете о том, что вам 39 лет и вы никогда не были замы Соответственно вопрос возникает Как я так? В 39 лет и вы не были замы Почему? Либо вы не уверены в себе Там дальше вы перечисляете свои недостатки по вашему мнению Либо вы не уверены в себе Либо вы не обладаете соответствующей моделью женского поведения Либо вы не чувствуете того, что нужно другим людям То есть у вас либо нет образа женского поведения у самой Либо вы не знаете, не получается у вас представить Какой мужчина вам нужен для себя То есть образ мужской для вас также отсутствует И соответственно вы не знаете, какой мужчина вам нужен Далее, следует такой вопрос Какие отношения вас устраивают? Каких отношений вы хотите? Это тоже очень важный вопрос Потому что без понимания того, какие вам отношения Нельзя говорить о том, чтобы что-то строить Определите, каких отношений вы хотите Какое положение вы хотите занимать в этих отношениях Какое положение в этих отношениях, по вашему мнению, занимает мужчина Это все очень важные тонкости Очень важные детали Очень важные элементы С которыми нужно отдельно работать И для себя их правильно представлять Без этого, без них нельзя говорить о том Что вы сможете построить отношения Обычно у людей это происходит интуитивно Обычно люди знают, чего они хотят Обычно люди отдают себе потом, чего они хотят У них все это происходит само собой У вас это нарушено У вас не происходят такие вещи сами собой Они не происходят, и значит необходимо Это дополнительно стимулировать и осознавать Без подобных вещей нельзя говорить о том Что у вас что-либо получится сделать правильно Следующий момент У вас второй засыл жизни мужчины Безусловно Это двоякая ситуация в нашем мире Когда человек, в частности, женщина говорит, что Вот у меня второй мужчина в жизни С одной стороны Это, конечно, неплохо Что у вас второй мужчина в жизни Но с другой стороны Волей-неволей приходит на ум Такое вот Знаете, такая, я бы даже сказал Мысль, такая идея о том А вдруг вы Второго мужчину только Рискуете потерять Потому Что вы не смогли сблизиться Столько раз, сколько хотели И если это действительно так Необходимо понять А что мешало вам Сблизиться с людьми Что мешало вам Как-то с ними сблизяться Что мешало вам это делать Вопрос Согласитесь Достаточно Значимый И На мой взгляд Нужен У вас было всего два мужчины Значит Опыта Опыта Ну Общения с мужчинами У вас Наверное Не так много А если Опыта Общения с мужчинами У вас Не так много То Отсюда Вполне вероятно И есть проблемы Проблемы Именно из-за того Что общения с мужчинами У вас мало Опыта Общения с мужчинами У вас мало И Идентификации Себя Как женщины В этих отношениях У вас Также Мало Возникает вопрос А почему Так Возникает вопрос А Откуда Так Откуда Такая Вот у вас Позиция Откуда Такое Положение Возникло Вопрос Интересный Вопрос Достаточно Важный И Это вопрос Ну Разбиратель Следующий Важный Момент Почему Вы Не можете Смириться С тем Что Ваш Мужчина Готов С вами Отношения Прерваться Почему Почему Вы не готовы С этим Смириться А потому Что Вы Понимаете Что За Этим Поступком Ну С его Сторон Скрывается Неизбежное Вследствие Того Что Вы Останетесь Без Удовлетворения Своих Потребностей Которые Вы удовлетворяете Через Своего Мужчину Через Своих Мужчин Точнее Ибо У вас Это Уже Второй И Вот Это Так же Необходимо Понимать Четко Понимать Что Вы Не можете Смириться С тем Что Мужчина Вас бросает Именно потому Что Вы Боитесь Остаться Боитесь Потерять Удовлетворение Своих Потребностей Которые У вас Были Вы Не можете Остаться Без Этих Потребностей И Отсюда Так Такая Реакция Давайте Подумаем Давайте Подумаем С вами Так А О каких Потребностях Идет Речь Обычно Я Говорю Клиенту Спрашивать Себя Себя Смогу Спрашивать Какие Это Причины Но Вы Очень Интересно Написали Что Значит Ясничка Привязалась К нему И Ходя Отношения Без перспективы Не могу Отказаться От него Значит Теперь Начинаю Пониматься Начинаем Мы Для Развлечения Все равно Не могу Без него И жить Мир Рухнул Это Зависимость Значит Так Вы Писали Что Значит Есть Страх Одиночества Занительная Самооценка Незбывшаяся Надежда Боль Разочарования Вот С этим Всем Вам Нужно Работать Именно Это Страх Одиночества Занительная Самооценка Как следствие Неприятие Себя Как следствие Нелюбовь К себе То есть Отсутствие Любви К себе Лучше Так Скажем Все Это И Заставляет Вас Искать Ну Искать Всего Того Что Вам Не Хватает У Других Людей И Правда Заключается В том Что Другие Люди Не Должны Вам Это Выдавать Правда Заключается В том Что Другие Люди Ждут Что Вы Будете Для Них Ну Полнообразным Таким Партнером В Отношениях И Более Того А То Что Делаете Вы Заставляет Людей Чувствовать Завышенную Оценку Завышенную Оценку Себя В ваших Глазах Что Не Может Этих Людей Не Напрягать Никому Не Нравится Чувствовать Ответственность Больше Чем Человек Того Хочет Никому Не Нравится Ощущать Что На него Накладывают Надежды Больше Е Чем Человек Сам Способен Ну Реализовать Сам Способен Удач И так далее Никому Это Не нравится Но Это К сожалению Именно То Что Вы Делаете И И Тогда И Ваша Надежда И Ваш Страх Одиночка И Вашу Занительную Оценку Необходимо Прорабатывать То 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 Что Вы Написали Все То О чем Вы Говорите Вот Это Все И Двигает Вами В Отношения Именно Это Заставляет Вас Быть В отношениях Стремиться К ним Бояться Потерять Человека И Соглашаться На любые Даже самые Удивительные Условия Лишь бы Только Быть С ним Кстати Себе Просто Представьте Пока Себе Что Вы Не обладаете Вот этими Вот Качествами Которые Вы Сам Себе Так Довольно Легко Присходит То Вы Уверены В Себе У Вас Все Надежды Обравдались Никакой Боли Разочарования У вас Нет Как Вы Думаете В Этой Ситуации Мужчина Вам Нужен Тот Который Сейчас Скорее Всего Нет Потому Что В Этом Случае Вы Поймете Что Мужчина Вас Просто Не Достоит В тот Момент Когда Вы Когда И если Правильно Я буду Сказать Вы Избавитесь От Ненужных Совершенно Вам Иллюзионных Личных Мотивов Для Того Чтобы Быть Человеком В тот Момент Когда Вы Это Сделаете У Вас Тут Появится Понимание Что Человек Который Рядом С Вами И Который Был Призван Изначально Удовлетворять Какие То Ваши Попребности Теперь Вам Просто Не Нужно Зачем Если У вас Эти Попребности Уже Удовлетворены И Все В Порядке И Вот Это Нужно Понимать Нужно Понимать Что Вы Зависимость Сейчас Находитесь От Своих Вот Эти Вот Проблемных Моментов А Откуда Увелись Эти Подобные Моменты Откуда Они Берут Свою Начало И Здесь Вновь Я Соглашаюсь За своими Коллегами Которые Говорят О том Что Это Идет Из Детства Ну Небольшая Разве Что Поправочка Может быть Не столько Из детства Сколько Может быть Не всегда Из детства Точнее А может быть Из Подросткового Возраста То есть Сам Самый Такой Нежный Возраст Когда Человек Наиболее Остро Наиболее Болезненно Реагирует На все Что происходит Вокруг Не всегда Рассказывает Человеку Не всегда Рассказывает Другим О том Что С ним Произошло И как Не всегда Есть Это Понимание У человека Но Тем не менее Именно Из детства И из Подросткового Возраста Идет то О чем Вы говорите То есть По сути Ваши Вот эти Вот Проблемные Моменты Ваши Вот эти Вот Ситуации Да Ситуации Неуверенности В себе Ситуации Страха Одиночества И так далее И Что Важно Понять Важно Понять Следую Что По Каждому Из Этих Пунктов По Каждому Из Этих Направлений С вами Нужно Работать По Каждому Из Этих Вещей Вам Необходимо Консультироваться И вам Необходимо Проходить Терапию Само Что Вот Так Вот В формате Ответа На Вопрос Нельзя Будет Не представляется Вам Возможным Точнее Вам Как-либо Вам Помочь Это То То есть Вот Это Нужно Четко Понимать Обходимо Четко Понимать Что Вы Задали Вопрос Такого Плана Вопрос Который Лишь Только Подразумевает Ответ Направленный На Очерчение Линии Заботы Которую Вам Необходимо С собой Проводить Если Вы Действительно Хотите Изменить Что-то В своей Жизни И Стать Хозяйкой Хозяйкой Своей Жизни Потому Что Например Если Мы Говорим О Страхе Одиночества То Это Личностный Рост Это Отдельный Отдельный Пункт Работы Если Мы Говорим О Например Боли Разочаровании То Это Невыраженные Прижимания Это Уже Другое Направление Работы Если Мы Говорим О Заниченной Самооценке То Это Еще Одно Направление Работы И Здесь Требуется Свой Подход Свои Темы Темы И Определенные Ваши Рефлексы Если Мы Говорим О Значит Небывшихся Надеждах То Это Скорее Сего Проекция Детско Радистовских Отношений Что Опять Что Опять Же Является Результатом Опять Же Является Не Результатом Прошу 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 Является Объектом Объектом Работы С вами Это Тоже Это Так Же Нужно Понимать И Понимать Довольно Черт Вы Знаете Могу Вам Будете Бояться Чего То Пока Вы Будете Проекцировать На Кого Бо То Небыв Свои Потребности Свои Мечты Хоть Будь Даже Свои Невыраженные Переживания И Свои Обиды Пока Вы Будете Это Делать Отношений Вам Равноправных Таких Чтобы Они Прямо Вас Устраивали Чтобы Они Прямо Ну Устроили Вас Вы Не Построите К сожалению Всегда Будет Такой Элемент Потому Что Вы Неравноправный Партнер В отношениях И Вам Нужно Искать Либо Такого Мужчину Который Полностью Был Взял Вас На Своё Попечение Полностью Абсолютно Но С таким Мужчиной Вы Не Будете Иметь Никакого Права Голоса Абсолютно Никакого Права Голоса С таким Мужчиной Вы Не Будете Иметь Либо Вы Ищите Собе Такого И Не Фак Что Это Будет Русский Мужчина Потому Что Именно У Русского Мужчины Благодаря Особенности Менталитета Подобные Отношения К сожалению Довольно Довольно Печальный Оборот Принимал Татя Скажем Так Не факт Что это Будет Русский Мужчина Но Тем Не Менее Как Вариант Для Вас Это Вполне Либо Вы Просто Напросто Значит Стараетесь Ищите Для Себя Вот Собственно Моменты Средства Для того Чтобы Решить Проблемы И выстроить Наконец Те отношения Которых Вы Я уверен Достоин Для этого Назна Работа Для этого Назна Серьезная Работа И к сожалению К сожалению Довольно Длительно В вашем случае Потому что Вам 39 лет И Вы Будете Довольно Сложно Воспринимать Какие-то Вещи Идущие Например Вразрез С тем Что Вы Допустим Привыкли Делать С тем Что Вы Допустим Привыкли Совершать Ну И Так Далее То есть Это Нужно Понимать Понимать Этот момент Понимать Что Вам Будет Тешело Но Это Возможно Это Возможно Главное Чтобы У вас Было Желание Было Желание Для Того Чтобы С собой Работу Вот На этом Я думаю Можно Закончить Я Постарался Описать Вам Значит Ситуацию Я Постарался Помочь Вам Понимаю Что Какой-то Конкретной Рекомендации По выходу Из Вашего Состояния Не дал Но Ни один Грамотный Психолог Вам Этого И не Сделает Потому что Ситуация Довольно Серьезная И Решать Ее Ну Насколком Решать Ее Быстро И тем более В один Ответ Мой Помечать Все Варианты Все Методики Все Без Четкого Понимания С кем Я Работаю Ну я Говорю В данном Случай Про себя Было бы Нерационально Надеюсь Вы это Тоже Постараетесь Понять Тем не Менее Тем не Менее Даже При Том Уровне Ответа Который Я вам Дал Даже При том Уровне У вас Есть У вас Возможность При Желании Что-то Уже Сделать Например Понять Что Все Отношения Которые Вы Строили Это Все-таки Как бы Несколько Отношений Двое Мужчин Это Может быть И немного Но и Немало То есть Все-таки Что-то Есть Так Вот Отношений Как Таковых Вам Сейчас Нужно Отказаться Потому Что Это Не то Что Вам Вообще Нужно Вам Сейчас Необходимо Остаться Одной То есть По сути Пойти Своему Страху Навстречу То есть Вы боитесь Остаться Одна Вот Собственно Навстречу Своему Страху Вы И И Идете И Это Будет Первый Шаг К Обретению Вашей Независимости Это Будет Первый Шаг К тому Чтобы Изменить Вам Свою Сизнь Сделать 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 Ну Условно Говоря Подконтрольный Вам Именно Вам Подконтрольный Да То есть Никому То Другому Да Не чтобы Кто-то За Вас Речет Как Вам Жить Что делать И прочее А именно Чтобы Это Вы Сами Если Вам Это Интересно Если Это То Чего Вы Хотите Если Ваш Вопрос Цикл Года Не просто Такое Любопытство А если Это Реальный Запрос На На Работу На Консультирование То Вам Этого 12 Часа Будет Достаточно То Что Я Хочу Вам Сейчас Сказать Это Очень Важно Если Вы Например Будете Работать С психологом Если Вы Будете Консультироваться И Проходить Терапию Но При этом Будете В отношениях С Мужчиной То Ничего Хорошего Для Вас Это Не Даст Сколько Терапевтам Все Но Больше Двух Часов Вы Работать Не Будете Потому Что Ну Понятно Что И Внимание Притупляется И Человек Устает Я имею в виду Клиент И Тоган То Больше Трех Часов Работать Не Национально Вот Значит Все Остальное Время Вы Все Будете Жить Своей Жизнью Все Остальное Время Вы Все Рано Будете Посвящать Себе И Соответственно Хочусь Чтобы В этот момент Вы Постарались Понять Как можно Лучше И Соответственно Если Вы Будете Все Другое Время Посвящать Например Мужчине То Не Сложно Догадаться Что Любая Работа Психолога И Любой Эффект От Работы Психолога Будет Прост Напросто Обесценен Из-за Этого Потому Что Все Добнется На Круги Круги Своя И Вот Это То Отчего Мне Хотел Вам Вас Точнее Предостеречь То Есть Решаете Работать С Психологом Вы Молодец Но Если Сейчас Работать Психологом Вам Необходимо Из отношений Выходить И На какое-то Время Психолог Станет Для вас Тем С кем Вы Будете Поддерживать Те Самые Вот Теплые Дружеские Отношения Но Только В отличии От Отношений С мужчинами Тут Отношения Будут Конструктивные Гуманистические Направленные Только На вас И Соответственно На Пользу Для вас Ж Вот Так Мне Видится Решение Вашей Проблемы Очень Надеюсь Что Буду Услышен Надеюсь Что Вы Прислушитесь Ко Мне И К Другим Коллегам Ну а Я Желаю Вам Всего Доброго Если Остались Какие-то Вопросы Пишите В личку Я вам С радостью Помогу Если Понравился Мой Ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучшим Желаю Вам Всего Самого Доброго И Удачи И Надеюсь Что Вы Примите Верное Решение Относительно Своей Жизни Благодарю 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 Благодарю